Как приобрести качество надёжного второго пилота и как вырасти в командира, стать настоящим лидером? А через что необходимо пройти, чтобы воспитать в себе пилота, достойного стать инструктором? Друзья, моя новая книга «Второй пилот. Командир. Инструктор. Вторая из серии пилот-гражданской авиации» доступна на сайте издательства Reader.ro и других ресурсах. Электронная версия книги во множестве форматов на сайте Reader.ro бесплатна. Я мог бы весь полёт рассказывать ему, как написано в документах, работать с таким дефектом. Но я этого не делал, потому что ещё в Москве при попытке поговорить по поводу нюансов дефекта натолкнулся на бетонную стену разницы возрастов, поколений, мировоззрения, отношения к написанному, что напрочь отбило желание дальше о чём-то говорить. В полёте я превратился в пассивного наблюдателя. Так часто у меня случается, когда летаю с дедами. Я тебе уже писал, что боюсь с ними работать, так как рано или поздно это закончится плохо. Однажды я получил вопрос от второго пилота, ставшего соучастником авиационного инцидента и очень по этому поводу переживавшего. Он просил дать совет, как научиться работать с разными командирами, а главное, как сопротивляться тем, кто лезет в заголовки новостных лент. Это, пожалуй, самый частый вопрос из тех, что я получаю. Ты когда в авиацию пришёл, сынок? Из моего ответа родилась первая глава книги «Второй пилот. Как стать надёжным помощником». Примерно в то же время я получил вопрос от молодого командира, который просил совет, как доверять вторым пилотам. И это тоже одна из проблем, которая встаёт перед любым пилотом, пересевшим в левое кресло. Да никакой подготовки нет. Ульяновское высшее училище. На чём они готовы? На даймерах? Каких-то паршивых западных самолётов двухместных? Старикоза вот такая. Он отсюда выпускается? Четвёрткурсник. Ты садишься вторым пилотом на бомбе или на альбас? Размышления на тему доверия переросли в более глобальные о том, кто такой лидер, как научиться быть хорошим командиром. И об этом вторая глава книги. Третья глава появилась по моей инициативе. Мне хотелось поделиться своим видением того, какие качества должны присутствовать у современного пилота-инструктора и что он может лично предпринять для того, чтобы помочь авиакомпании преодолеть наследие не самых светлых времён и помочь развиваться и внедрять новые методики и принципы организации лётной работы. Я старался писать эту книгу не как учебник. Это скорее книгопомощник. Пособие для задумывающегося пилота, поэтому и стиль изложения, уж простите меня, любители строгости и сухости, местами своеобразный. А вот помню, был ещё один случай. Рекомендации, которые вы в ней встретите, основаны как на моём собственном опыте, в том числе и на шишках, набитых за годы роста как пилота, как командира и как инструктора, так и на рассказах моих коллег, которые поделились со мной своим опытом, своими мнениями. Часть материала, касающаяся лидерства, была подсмотрена мной в учебниках «Human Performance and Limitations» Академии гражданской авиации Оксфорда. Размышлениям о пилоте-инструкторе здорово помогли книжка «FA Aviation Instructors Handbook» и документ «Док 3.9.5 ИКАЛ». Выражаю огромную признательность своим друзьям и коллегам, прямо или косвенно повлиявшим на возможность появления глав этой книги. Станислав, Наиль, Сергей, а вас, Сергеев, вообще очень много, Сергей, Павел и многие другие. Спасибо вам большое. Олег, а зачем выходит ваше прохождение? Дорогой читатель, электронная версия этой книги на сайте издательства Редеро распространяется бесплатно. Если книга вам пригодилась и у вас есть желание поблагодарить автора, то мне будет очень приятно, если вы закажете бумажную версию этой книги на сайте издательства Редеро в моем кабинете. Ссылка ниже. Всегда рад получить ваши вопросы, замечания и предложения. Спасибо большое. Летайте безопасно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова